МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Защитить дольщиков от недобросовестных строителей. Если ты не можешь гарантировать того, что ты их достроишь, то ты не должен привлекать деньги дольщиков. Как будут решать проблему долевого строительства в Татарстане? Анна Городнова. Ремонт в поликлиниках, электронные сервисы и жалобы пациентов. После посещения специалисты граждане могут оценить качество предоставления медицинской господи. Какие задачи на этот год стоят перед медиками и что президент посоветовал им делать раз в месяц? Лина Синатулина. Краски детства. Я хочу, чтобы появились у нас вот такие супергерои. В Татарстане заработает детский телеканал Шаян ТВ. Что он предложит своей аудитории, расскажет Рамин Шайдулин. На смену событиям всероссийского масштаба, которые накануне прошли в Татарстане, сегодня пришли другие республиканские, но от этого не менее значимые социально ориентированные. В Казани и Болтосях открыли сразу два бассейна. Значимость этих объектов для республики подчеркивает тот факт, что на церемонию приехал и президент Международной федерации плавания Фина Хулио Маглеоне. Вместе с Рустамом Минихановым МОН оценил плавательные дорожки. Как Казань стала водной столицей страны, а плавание трендом даже в районах увидел Салават Мухаммадуллин. Решите научить это символический ключ директорам. Как Буратино открывал театр, жители Дербышек и Болтосях открывают для себя новый бассейн. В добрый путь их провожают президент Рустам Миниханов и Хулио Маглеоне. Чтобы этот бассейн и бассейн Болтосях работал на тех людей, которые живут на этих территориях. В Дербышках это четыре дорожки по 25 метров. Они могут уместить до 500 человек в день. Со старта на старт назвали бассейн Ракета не случайно. Построили меньше чем за год и в первый же день работы здесь прошли соревнования среди местных школьников. От накала страстей у нас запотела даже камера. Не ожидал, что его тут построят, но все же я этому рад. Если тут было свободное плавание, то периодически буду приходить плавать. Бассейн хороший, здесь очень теплая вода, хорошая, приятная. Одно из преимуществ бассейна это реализация программы «Доступная среда». Пятая дорожка здесь оборудована специальным устройством, эдакий лифт для инвалидов-колясочников. Кроме того, в ракете жители Дербышек могут заниматься плаванием уже с самого рождения. В нем не утонуть и не захлебнуться. Для мам с детьми и тех, кто еще только ждет ребенка, открыта малая ванна. Запись здесь на месяц вперед. Вот не было бассейна, я не умею плавать. Теперь построили бассейн, слава богу, его открывают. Я надеюсь, что мою дочку здесь научат плавать. Мы будем ходить. Очень нужный бассейн для Дербышек. Мы ездили в город. Все родители не могут доехать до города. Оценили бассейны и пообщались с начинающими спортсменами. Сегодня Рустам Миниханов и сам президент Международной Федерации Плавания Хулио Маглеона. В республике сейчас уже больше 200 бассейнов. Весной откроют еще 8. Самые главные жители имели возможность, вот дети и взрослые, приходить сюда и поплавать. Но у нас лето короткое, поэтому бассейны очень нужны. Купаться круглый год теперь могут и в Болтосях. По прямой связи с Дербышками сегодня здесь открыли бассейн Булкын. Как и у соседей по телемосту, их два, для детей и взрослых. До этого бассейн болтосинцы ездили в Сабы, Арск, а то и за пределы республики. Теперь активные водные процедуры доступны практически прямо у дома 12 часов в сутки. Вместе с ваннами в комплексе заработал и тренажерный зал. Ждались лето, когда он откроется. Я очень хотел заниматься спортом, плаванием. Я сейчас всегда буду здесь переходить и плавать. Это объекты высшего класса. К тому же в Казани совместно с Финном мы планируем открыть центр развития водных видов спорта. Он станет международным. Бассейн в Дербышках и будущий центр планируют задействовать через 4 года на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Слава от Мухаммадулина, Алина Бережна, Ильшат Мухаммедов, Александр Лобанов. ТНВ, Казань, Болтосинский район. И сегодня Рустам Мениханов и Хулия Маглеона провели двустороннюю встречу. Говорили о развитии плавания в республике и перспективах международного сотрудничества. Президент Фина в Казани уже не в первый раз. В столицу он открывал чемпионат мира по водным видам спорта. Глава Международной Федерации плавания высоко оценил развитие инфраструктуры спортивных объектов в Татарстане. Открытость для диалога, понимание глубинных аспектов, единый взгляд на общие проблемы и, конечно же, человечность. Так эксперты оценивают визит Владимира Путина в Татарстан. Насыщенная программа пребывания президента – это всегда тема для аналитики. Целый ряд важных встреч, решений, заявлений. Что для себя отметили в «Экспертном сообществе», узнал Дмитрий Аринин. Прозвучало очень такое знаковое относительно возможности производства сверхзвукового пассажирского лайнера. Дело в том, что автомобилестроение, выражаясь экономическим языком, это мультипликатор, это драйвер. Потому что известно, что по добавленной стоимости килограмм самолета превосходит все другие современные изделия. И если авиапром задышит, это, на мой взгляд, благо и для России в целом, и для республики, и для Казани. Это рабочие места, это налоги, это, наконец, то, что называется высокотехнологичное производство и занятость. Владимир Путин уделяет большое внимание Татарстану, всегда и отмечал этот факт. Большое уважение он испытывает к первому президенту Татарстана Миттимир Шаймиеву, что продемонстрировало, когда он навестил его в больнице. И, конечно, с большим уважением относится к Рустаму Мениханову и всегда отмечает, что Татарстан и вообще татарский мир – это ключевой фактор внутренней политики России. Более того, Татарстан и Рустам Мениханов, в частности, активно участвуют во внешнеполитической жизни страны и активно налаживают взаимоотношения с арабским, с исламским миром. Неожиданный ход, визит Миттимир Шариповича очень тронуло людей. Я думаю, что это не только пиар какой-то акции. Действительно, Татарстан, сегодняшнее позитивное настроение Татарстана, Бешаймиева невозможно, потому что действующий президент Татарстана тоже, как продолжение. Владимир Путин убедился, что Татарстан – опорная точка России. Мы еще будем пожинать плоды, я думаю, в течение многих лет, вот таких визитов, такого отношения. Контроль за строительными компаниями ужесточат, а для их владельцев ведут штрафы. Это для тех, кто обманул дольщиков. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает госконтроль в области долевого строительства. В Татарстане с прошлого года по поручению Рустама Мениханова создана специальная комиссия по защите прав дольщиков. Результаты ее работы озвучили сегодня на коллеге общественной палаты. Какие они, расскажет Анна Городнова. Сейчас в 72 субъектах страны насчитывается 830 проблемных объектов долевого строительства. Заключили договоры участия 86 тысяч человек. А по неофициальным данным их почти в два раза больше 150 тысяч. Я был должен дядя Васе, стал должен дядя Петя. Такая ситуация сложилась у дольщиков жилого комплекса «Три богатыря». Два года назад стройку заморозили. У банка город, где кредитовался застройщик, отозвали лицензию. Но это не оправдание, решили в общественной палате. Собрали за круглый стол обманутых дольщиков, руководство фирмы, юристов. И такие встречи были не единичны. Общими усилиями строительство возобновили. Заехать в свои квартиры люди должны уже через три месяца. Объект на сегодняшний день действительно уже достроен. В апреле жильцы получат свои квартиры. Были положительные результаты. Рисковать деньгами простых людей больше не будут. Госдума в первом чтении приняла законопроект. Займется финансированием новых домов. Банк. А всеми долгостроями в Татарстане отдельный фонд. Будут решать проблемы дольщиков фона и свея. Правительство Республики Татарстан, как мы знаем, и передает в этот фонд достаточно большое количество земель для того, чтобы привлечь инвестиции, чтобы эти дома были завершены. Таким образом, общественная палата стала центром конструктивного диалога между властью и разными организациями. В таком же формате обсуждали работу коллекторов, судьбу вкладчиков, банков-банкротов, борьбу с коррупцией, проблемы экологии. Благодаря общественному контролю 150 судебных дел выиграли татарстанцы по ЖКХ. Тот прогресс, в котором сегодня изменяется жилищное законодательство, собственники не успевают следить о тех изменениях, рост тарифов и начисления, конечно, те суммы, которые меняются у собственников, они уже сразу начинают обращаться в существующие инстанции. Волнуют татарстанцев и охрана труда, частные фирмы, особенно в сфере строительства, недостаточно уделяют этому внимания. Нет опыта, нет специалистов, необычного кадра, но недостаточно выделяют средства. Свой вклад в развитие гражданского общества вносят и некоммерческие организации. В Татарстане отмечают рост социально ориентированных, сегодня это 600 организаций. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В каждую деревню Татарстана должны приезжать автолавки. Это покроет дефицит сельских магазинов. Об этом сегодня говорили на собрании потребительских обществ в республике. Министр сельского хозяйства посоветовал больше ездить по деревням, изучать нужды и потребности сельского населения. И уже исходя из них развивать новые направления. А как подспорье правительство готово предложить специальную республиканскую программу по субсидированию процентов кредита. Подать заявление о месте своего голосования на президентских выборах можно будет уже со следующей недели, 31 января. Об этом сегодня проинформировал Центр избирком Татарстана. В комиссии сегодня в режиме видеоконференции отсудили подготовку к выборам. Напомним, сейчас открепительных удостоверений не будет. Вместо них гражданам надо написать заявление с указанием избирательного участка, где удобнее голосовать. Такие документы с конца января будут принимать в территориальных избирательных комиссиях и многофункциональных центрах. А с 25 февраля к приему заявлений подключатся участковые комиссии. Все адреса можно узнать на сайте республиканского ЦИКа. Заявление по порядку можно написать только один раз. Если у человека случилась такая ситуация, что он в день голосования придет непосредственно уже на избирательный участок, где он прописан, где он живет, участковые комиссии свяжутся с той участковой комиссией, где он изначально заявление указал. Если он там не проголосовал, ему, конечно, дадут возможность проголосовать непосредственно уже по месту жительства, когда он придет 18 марта в день голосования. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем расскажем далее. Великолепная пятерка. Я не знаю, как сейчас переживают те ребята, которых сняли. Кто из татарстанцев попал в олимпийскую команду из России, узнал Сергей Хайдаров. Краски детства. Я хочу, чтобы появились у нас вот такие супергерои. В Татарстане заработает детский телеканал Шаян ТВ. Что он предложит своей аудитории, расскажет Рамин Шайдуля. Повысить рождаемость, увеличить продолжительность жизни, ориентироваться на пациентов и заглядывать в народный контроль. Такие советы от Рустама Мениханова получили татарстанские врачи. Минздрав подводит итоги. За год обновлено полсотни поликлиник, закуплено современного оборудования на 2 миллиарда рублей. Что же будут дорабатывать уже в году наступившем, расскажет Лина Зинатулина. Здесь были воноскопии. Она обеспечена самым современным психологическим оборудованием. И такое оборудование в первичном звене. Обновленную 18-ю поликлинику Казани сегодня оценил президент Рустам Мениханов. Здание 88-го года не узнать. Здесь 5000 операций ежегодно проводятся. Из них 45% воноскопические. Прошедший год запомнился республиканской программой модернизации поликлиник. Капитально отремонтировано 50 мета учреждений. 24 на стадии завершения. Она продолжится и в этом. Всего за 2 года ремонт придет в 120 поликлиник. В 2017 году общий уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 75,5%. Ваша задача, уважаемые руководители, реализовать для населения возможность оценить работу персонала непосредственно учреждения, а также через различные мессенджеры и в социальных сетях. Нас не должна устраивать средняя температура по больнице. Жалобы есть, нарекания есть в нашей работе. Особенно в первичном звене. Больше всего пациенты жалуются на доступность первичного звена. Большие очереди даже при записи через интернет. Возможно причина в избыточности назначений. Под благовидным предлогом необходимости исполнения стандартов специалистами назначаются исследования, которые в конечном счете не нужны ни врачу, ни пациенту. У президента свои поручения. Рустам Мениханов напомнил, что здравоохранение – вторая статья бюджета, а значит большая ответственность. 2017 год, 889 обращений в народный контроль. Вы недорабатываете. Вот вы, начиная с министра и руководителей на городском районном уровне, ежемесячно должны все эти обращения брать в работу. Почти 600 тысяч татарстанцев за год прошли диспансеризацию. У каждого 13-го риск развития сердечных заболеваний. У 2-х тысяч – за качественное новообразование. Если мы профилактикой заниматься не будем, нам это будет 10 раз дороже потом лечить этих людей. Если сможем вылечить. Рождаемость в Татарстане снижается, впрочем, как и смертность. По словам президента, проблемы с демографией сегодня обсуждаются на уровне федерального правительства. Мы держимся за счет того, что снижается смертность, а по рождаемости мы начали буксовать. Нам надо очень серьезно проанализировать демографические ситуации. Позитивно, конечно же, то, что у нас растет продолжительность жизни. Вот уже под 74 года. В 2018 год глава Минздрава предложил объявить годом мужского здоровья. Средняя продолжительность жизни татарстанцев сильного пола всего 68 лет. Для сравнения, у женщин на 10 лет больше. Лена Зинатольевна, Андрес Тальцев, ТНВ, Казань. А этот медицинский центр накануне попал на все федеральные каналы. Центр высоких технологий, КФУ. Это настоящая кузница кадров для больницы и поликлиник. Здесь не просто учат и учатся, здесь сами разрабатывают новые симуляторы. На фабрике высоких технологий побывала и Альбина Аслогараева. Эти симуляторы изображают пациентов. Любые симптомы болезни можно запрограммировать тут же и ее вылечить. Это не просто учебный медицинский центр. Здесь все, как в реальной больнице. Палаты, отделения, оборудование высокотехнологичное. Здесь место в России, где 50% это пуски наших симуляторов, не зарубежных. Накануне отдельное внимание Владимир Путин уделил симулятору операционной. Здесь на роботах-пациентах оттачивается работа всей бригады врачей. От хирургов до анестезиологов. Все, как во время реальной операции. Они симулируют практически все. То есть для разных специальностей разные симуляторы. Есть отдельно для хирургов, отдельно по родоспоможению, то есть которые могут рожать, имитировать процесс родов. Есть реанимационные, которые позволяют отрабатывать навыки при сложных ситуациях. Например, анефалактический шок, потеря сознания. В медицинском центре обучают студентов-медиков. Тут же проходят переобучение и повышение практикующие врачи. Этот центр отличается от обычного медицинского тем, что здесь не только получают образование, но и сами занимаются разработкой новых симуляторов. Аналогов в России нет. Мы приглашаем врачей, конструкторов, математиков, физиков, и они вместе обсуждают, каким должен быть симулятор, чтобы врач на нем мог научиться лечить людей. В перспективе центр станет учебной площадкой для студентов вузов из других регионов страны. Альбина Слагараева, Лена Зинатольевна и Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Пусть без флага, но с прицелом на победу. Десять татарстанских спортсменов едут на Олимпиаду в Южную Корею. Пять из них представляют нашу республику, еще пять родились в Татарстане, но представляют сейчас другие регионы. В каких видах спорта они поборются за медали, и какую высокую планку перед ними ставят тренеры? Сергей Хайдаров. Олимпийские кольца олицетворяют пять континентов, но перед будущей Олимпиадой для нас, татарстанцев, они скорее будут символизировать количество спортсменов, ведь от нашей республики на Олимпиаду в Южную Корею отправится всего пять атлетов. После долгих месяцев нервного ожидания право выступить на Олимпийских играх получили фигуристка Евгения Тарасова, лыжники Андрей Ларьков и Анна Нечеевская, а также сноубордисты Владислав Хадарин и Милена Быкова. Однако изначальный список татарстанцев включал больше десяти фамилий. Никто в допик-скандале замечен не был, но некоторые кандидатуры все же отклонили. Надо отдать должное, чтобы практически ни один наш татарстанский спортсмен не был в всех списках. Чисто спортивные причины, как бы, в общем-то, те ребята, которые сегодня являются кандидатами все-таки. Сейчас наши спортсмены на сборах за границей готовятся по усиленной программе. И по мнению главного тренера татарстанских лыжников, санкции и допик-скандал наших атлетов не сломают. Андрей у нас очень устойчивый психологический парень. Готов как никогда. И тем более чувствует он, что в связи с неприглашением Устюгова и ряда других спортсменов, чтобы ответственность очень большая на него ложиться. Я думаю, что Андрей с поставленной задачей справится и вернется на родину с медалей. Эти игры для нашей страны однозначно войдут в историю. Впервые олимпийские трибуны не услышат российский гимн, не увидят русский триколор и сильнейших спортсменов. Что касается дисквалификации, то в настоящее время мы, ну как и многие другие спортсмены других видов спорта, мы на очереди рассмотрения в КАС 26 числа с 10 утра. И вообще, знаете, я считаю, что это уже какой-то абсурд просто полный происходит. Я уверена, что безусловно и чиновники Международного олимпийского комитета тоже это понимают, что это не... Так или иначе, даже в усеченном составе наши олимпийцы без поддержки не останутся. Если мы вспомним олимпиаду, все воины приостанавливались. То есть мы воины останавливались, теперь мы пошли другим путем. Что очень странно для меня. То есть здесь изначально нарушена концепция олимпийского вида спорта. Вообще олимпиада. Я считаю, что неважно, будет на нас форма одета российская, будет ли флаг высвечиваться, когда они выигрывают. Самое главное, что они туда поехали, и под этим давлением они не сдались. То есть они продолжают бороться, и это самое главное. Олимпийские игры в Южнокорейском Хенчхане стартуют 9 февраля и продлятся до 25. Туда отправятся 169 российских спортсменов. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Нешуточные страсти не хуже олимпийских разгораются в Елабуге. Лыжники и жители не могут поделить место для прогулок. Им Танайского леса мало. Так называемые пешеходы прогуливаются по дорожкам, предназначенным для лыжников, и портят лыжню. Где нужно гулять, а где кататься, выясняли наши корреспонденты. Вот так на снегоходе директор спортивной школы Юрий Затеев прокладывает лыжню для спортсменов и любителей лыжных прогулок. Каждый день и не один раз. Приходится выезжать и ночью, чтобы уже к утру снег немного затвердел. Однако гуляющие без лыж елабужане снова и снова неосознанно портят трассу. Круг протяженностью 3 километра – это большой круг. Пожалуйста, гуляйте и пешком, и на лыжах, как хотите. Но есть еще специально подготовленные круги для тренировок лыжников. Спортсмены понимают, что, возможно, происходит это неумышленно. Не все знают о правилах передвижения по лыжной трассе. А специальных указателей в Танайском лесу пока нет. Если смотреть на схему лыжных трасс, то условно пешеходы должны двигаться по большому кругу, никуда не сворачивая. Длина его 3 километра. А маленькие два круга по километру каждый предназначены лишь для катания на лыжах. Мы выходим от гаража и здесь проходим. У нас катаж получается сейчас примерно на маршрут. Правила не знаю, но это естественно, что я должна не по лыжне, а по снегу, по дорожке, где все гуляют. То есть большой круг ходим? Я по кругу хожу, да. Всем хватает места. Я думаю, что все с удовольствием ходят и ездят, и всем хватит места. Надо просто быть дружнее. Разрешить конфликт лыжников и пешеходов помогут специальные ограждения или знаки, указывающие направление движения отдыхающих. Правда, как скоро они появятся, неизвестно. Создание и установка требуют финансовый затрат, говорят в спорткомитете. А пока гуляющим елобужанам и спортсменам стоит рассчитывать лишь на взаимное уважение. Анна Городнова, Ирина Сушилова, ТНВ, Елабуга. Он задорная, она озорная, а вместе они шая. Новый республиканский детский телеканал. С 1 февраля на ТНВ стартует новый проект исключительно на татарском языке. Ожидаются эксклюзивы. Программа об экстремальных путешествиях по Татарстану и лучшие мультфильмы. Но больше половины контента собственного производства. О татарстанском ответе к карусели покемоном Рамиль Шайдулин. Свои истории, форматы и персонажи. Каждый новый день дети будут начинать вместе с Шаяном. На роль главного лица телеканала Ильдар Гениятов попал почти сразу. Мне все равно, кем я буду в ролях. Мне все равно нравится. Шаян, бунерсе. Мальчик Шаян, девочка Би-Би, котенок Мияу и игрушка Ма-Май. Четыре основных персонажа, вокруг которых и вырастет вся Шаян ТВ вселенная. Только юных актеров будет около 30. Мы отобрали главных героев. Это Шаян и Би-Би. Но также те дети, которые участвовали в кастингах, они продолжают свою работу. Это уже друзья Шаяна и Би-Би. На половину мультфильма, на половину ток-шоу, блоги о путешествиях, обучающие видео. Все как на западных каналах, только Шаян ТВ на татарском. Главная задача этого канала это развитие татарского языка, соответственно развитие татарской культуры, татарского образования и воспитание подрастающего поколения в национальном духе. Пока формат только приобретает очертания, записанные первые промо, канал нашел нужное помещение. Это своего рода сердце телеканала студия, где в режиме нон-стоп будет производиться большая часть контента для Шаян ТВ. Пока здесь пустовато, но за 9 месяцев она должна быть наполнена светом и декорациями. И самым современным оборудованием малышам лучшее качество. Первые выпуски на ТНВ уже со следующей недели. До полноценного же старта еще около года в планах сделать Шаян ТВ круглосуточным. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Далее о спорте и о погоде. Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21.30. До встречи. Всего вам доброго. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Казань встречает лучших бадминтонистов России. По итогам Кубка страны будут формировать окончательный состав сборной на чемпионат Европы. За путевку в борьбу ведут более 100 спортсменов из 15 регионов. Такого начала турнира не было давно. Жребий свел двух фаворитов страны в первом же круге. Антон Иванов из Москвы и Анатолий Ярцев из Татарстана обычно играют в финальной части. Но здесь пришлось выбивать соперника уже на старте. Татарстан на турнире представляют игроки Казани, Сабинского и Алексеевского районов. Сразу четыре бадминтониста являются потенциальными кандидатами в сборную страны. Командный чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Казани с 13 по 18 февраля в центре гимнастики. Говорят, что родные стены помогают. Они очень сильно помогают, но в то же время это дополнительная ответственность. Когда ты играешь дома, на тебя смотрят все, кто работает вместе с тобой, на тебя и в коллективе, которые на тебя очень сильно надеются. Это также добавляет немножечко волнения. Волейболистки Казанского «Динамо» одержали третью победу подряд в Лиге чемпионов. На домашней площадке подопечный Решат и Гелюзюдинова обыграли сербскую визуру и укрепили свои позиции во главе группы «Ц». Эти соперники уже встречались в прошлом сезоне в двухраундовом противостоянии Кубка ЕКВ. Тогда «Динамовки» за неделю дважды обыграли соперниц, не отдав ни сета. На домашней площадке сценарий повторился. Итоговый счет 3-0 в пользу нашей команды. Самой результативной волейболисткой встречи стала Наталья Мамадова, набравшая 13 очков. В четвертом туре «Динамо» вновь встретится с визурой, но и на этот раз в Сербии. Матч пройдет 6 февраля. И в завершении к новостям фехтования. Шпажисты Татарстана выиграли мужской команды турнир на первенстве России. Судьба золотых медалей решилась в поединке сборных Татарстана и Ленинградской области. Почти половину встречи шла равная борьба. Но в пятом бою лидер сборной Татарстана Кирилл Моисеев сумел крупно обыграть третьего номера команды Алексея Виноградова 9-1. Это преимущество фехтовальщики Татарстана сохранили до самого конца. Таким образом, чемпионами в команде стали Дмитрий Евгеньев, Рафаэль Загитов, Кирилл Моисеев и Дмитрий Чернявский. И это все новости в спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Дмитрий Евгеньев, Рафаэль Загитов Здравствуйте. Температуры в Татарстане понизились, осадки прекратились. Подробнее о погоде после интересной информации. Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ компании Данил Мастер. Весь январь Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. Данил Мастер, город Казань, улица Восстание 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульне, Бавуе, Ознакаево переменная облачность и до 16 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге осадки прекратились. Синоптики обещают минус 15. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделевске облачная погода с прояснениями и также 15 градусов мороза. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Болтаси минус 16 и ясно. Небо юго-запада прояснилось. Синоптики обещают до 14 градусов ниже нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши переменная облачность без осадков и минус 16. В последующие дни температуры начнут повышаться. Ожидается снег. В Казани облачность с прояснениями без осадков. Температура воздуха минус 14-16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Одевайтесь теплом, берегите себя. До свидания.